Добрый день, дорогие телезрители! Прямо сейчас, ну что ты, ну подожди, мне не терпится просто взять уже на руки символ наступившего Нового Года. Но по Германскому календарю это только в феврале. И у нас в гостях декоративные крысы. У нас в гостях Александра Голосова, участник клуба любителей декоративных крыс. Ну да посмотри, какая она милая. Возьми уже. Можно? Можно. Аккуратно. Аккуратнее только мы боимся, потому что место незнакомое, люди незнакомые. А Александр, расскажите, что это за декоративные крысы такие? Это декоративные крысы из красноярского питомника. Наш питомник так и называется Красноярский. В городе у нас существуют две организации, которые занимаются крысами на профессиональном уровне. Это клуб любителей декоративных крыс и непосредственно питомник, который разведением, собственно, и занимается. Разница лишь в том, что питомник занимается племенной работой именно с животными. Клуб занимается работой больше такой просветительской. То есть это простые любители, которые содержат у себя дома ни одну, ни две декоративных крысы, ни один и ни два года. И мы с радостью делимся всем своими знаниями и опытом с, скажем так, теми, кто хотят к нам примкнуть или просто интересуются животными. Ну, то есть, так скажем, вот клуб, не знаю, там, ты подарил ребенку крысу или ребенок захотел крысу, можно привезти ребенка в клуб вам, и он все будет понимать, как правильно ухаживать. Можно привезти на встречи на открытые крысоводов, потому что у клуба нет никакого такого ангара или офиса, где мы там все сидим и заседаем ежемесячно. У нас просто есть встречи именно крысоводов, на которых мы собираемся, обсуждаем какие-то вот свои вопросы, и на них, конечно же, может прийти любой желающий, это абсолютно бесплатно. Я переживаю, что ей некомфортно, просто мне это... Это он. Это он, это два мальчика. Ему некомфортно. Это какая порода? У крыс пород не существует, у крыс есть разновидности. То есть декоративная крыса, она отличается от другой декоративной крысы по типу шерсти, типу ушей, по красу и по маркировке, то есть по расположению белых пятен. А чем от обычной крысы отличается? От обычных крысы отличается тем, что эта крыса декоративная, у нее отсутствует агрессия к человеку, это полноценный член семьи, это такое же животное, как кошка или как собака. Ты лови! У крысы есть свои потребности в содержании, то есть есть как определенная норма в содержании кошек или собак, есть определенная норма в содержании декоративных крыс. Как, например, это содержание их однополыми стаями. То есть вот это вот два мальчика, они живут в стае с другими мальчиками, с девочками они не пересекаются. Почему? Потому что, во-первых, мальчики и девочки без потомства жить не могут, если они живут вместе, а потомство девочки очень сильно вредит здоровью, потому что за один раз у крысы может родиться до 12 крысят, и это достаточно серьезный удар по организму. Как только крыса восстановится после родов, она снова может родить 12 крысят, и это существенно сокращает срок ее жизни. Знаете, на самом деле вот их хвосты всегда всех пугали, но вот я на них смотрю, они похожи на обычных хомячков, джунгариков, я не знаю, это прям смесь просто, ну вот с длинным хвостом, и на самом деле он никак не... Он никак не специфически не ощущается, хвост это пятая конечность крысы, хвост участвует в терморегуляции, хвост не лысый, как очень многие считают, хвост не мерзкий, не холодный, он наоборот теплый, все, пошел путешествовать. Нашим сегодняшним гостям сколько лет? Им в районе... так, им точно погоду исполнилось каждому. У меня крыс много, и помнить вот так вот, каждого-каждого сколько там по возрасту, у меня все записано. А по окрасу они вот... По окрасу они агутти. Этот окрас так и называется агутти, это природный окрас дикой крысы, но он также есть и у крысы, и у декоративной, вот собственно. Угу. Ну, я читал в вашей группе, что вы крысы это не подарок, не рекомендовали дарить на Новый год, но все же, если уж так сложились обстоятельства, и с чего начинать ухаживать за крысой, кормить там... Вот я знаю, что щенкам нельзя молоко, а в рацион крысы что должно входить? В рацион крысы должно входить в первую очередь специализированный корм для грызунов, который продается в любом зоомагазине. В интернете можно почитать, скажем так, обзоры и характеристики сравнить и решить, какой вам больше подходит и по цене, и вообще, который есть в ближайшем зоомагазине, например. А это фрукты и овощи из списка разрешенных, которые тоже существуют в природе. Это обязательно белок. Хотя бы раз в неделю-две должна даваться или курица без соли, без специй, или, например, белок от отварного яйца, или детское мясное питание. А вот спят они когда-то, или они вот всегда такие активные? Они преимущественно ведут сумеречный образ жизни. То есть днем они, как правило, спят, да. Ничего себе, какие для дня-то активные. Как правило, активничать мы начинаем ближе к вечеру или рано утром, ну, по ночам бывает. Крыса-зверь активный, крыса-зверь очень интеллектуальный, и крысе обязательно нужен друг. То есть если нам подарили крысу, если мы решили, что мы хотим с этой крысой дальше продолжать жить, заниматься и вообще как полноценный член семьи, в первую очередь открываем интернет, находим нас. Там есть вся необходимая информация. Также тут же в первую очередь нужно заботиться о клетке подходящих размеров, потому что, как правило, то, что продается в магазинах со словами «клетка для хомяка» или «клетка для крысы», для крысы не подходит совершенно. Но какая вот такая вот должна быть? Да, да. Клетка должна быть достаточно больших размеров, то есть не меньше 60 сантиметров, например, по длине. Они, как правило, называются для кроликов и морских свинок или для хорьков. Как правило, это клетка для крысы преимущественно. А зачем такая большая? По ней перемещаются? Конечно, конечно. Во-первых, это нужно побегать. Любой крысе нужно личное пространство. Так, мы пытаемся отвоевать себе личное пространство. И потом крысе нужно элементарное место, где она может развернуться и почувствовать себя комфортно. Маленькая клетка тут же начинает очень плохо пахнуть. Маленькая клетка, в принципе, как правило, неудобна в обращении. Это то же самое, как я говорю, что мы можем поселить себя в ванну и жить в ванной комнате. Но, как бы, жить-то мы можем. А как мы себя будем чувствовать на таком маленьком пространстве? Тут то же самое. Он какие-то звуки такие произносит. Он что, с тобой уже говорится, обмаривает? Он шуршит. Он шуршит. Это как получение у кошек. Вот я чувствую просто его сердцебиение, на самом деле. То есть ему нравится? Оно сейчас подуспокаивается. Подуспокоится, да. Да, но вот до этого он прям... Волновался. Да, очень волновался. Конечно, потому что кто такие, где я оказался. А они только шуршают, как ежики, не топают, не чихают. Ну, мы можем и поскакать с хорошими такими ударами о пол. Вообще, если крыса издает какие-либо звуки, значит, это значит только одно. То, что крыса больна. К ветеринару, к обычному идти смысла, как правило, нет. Потому что ветеринар по кошке, по собаке в крысах не разбирается. Нужен специализированный ветеринар-родентолог или ротолог, как они еще называются. Именно это тот врач, который лечит грызунов непосредственно. Потому что профиль достаточно... Это узкая достаточно специальность. У нас в городе, слава богу, есть два таких специалиста. А вообще по России это проблема. А если рассматривать вариант, когда ты... Крыса вот находится в клетке, да, можно ли ее выпускать? То есть... Обязательно. Обязательно. У крысы должно быть пространство, на котором это так называемый выгул. Выгул заключается именно в выгуле по дивану или по специально оборудованной комнате. Комнату я, как правило, не рекомендую, потому что в комнате можно много куда залезть, много вкусных проводов погрызть. Это элементарно небезопасно. По кровати, по дивану выгул вполне себе можно осуществлять. Там застелить пледом, поставить домики укрытия, там, например, трубы какие-нибудь, коротонные коробки. И выпускать туда крысы, с ними общаться непосредственно. И для крысы это прекрасный эмоцион, потому что в клетке нам сидеть тоже скучно. А альбиносы бывают среди? Бывают. Бывают? И с красными глазами, да, наверное? Да, бывают и рыжие с красными глазами, бывают сямы с красными глазами. А вот когда ты их выпускаешь, например, можно ли, Ань, поддаются какой-то дрессировке, что вот пройти, ну, грубо говоря, сейчас мы с тобой пройдем зарядку? Хоп, хей, ла-ла-ла. Да, конечно, поддаются, потому что это немножко более специфично, чем, например, обучение тех же собак, потому что крыса, к примеру, на себя позвонит, и скажет, а ты уверен, что мне это нужно? Если мы крысу в этом убедим, то да, крыса способна и вертеться, и крутиться, например, по просьбе. И в интернете очень много видео именно с дрессированными крысами. Он прям прорывается куда-то. Большинство моих крыс знают свои имена. Совершенно такая вот базовая дрессировка, которая даже, она бытовая. Я специально их этому не учу. Просто вот в процессе общения они запоминают, как кого зовут, и когда к кому-то обращаются конкретно. Каждый, вот, например, лежат крысы, к штабелем. Говоришь имя, хоба, уши поднимаются у конкретной. А если вот у меня вот таких два мальчика, и я нахожу альбиносов двух девочек, у них может быть скрещение планет? Или надо такую же окраску? Ну, окрас совершенно не зависит от, ну, не влияет на их взаимоотношения. Но девочек и мальчиков лучше друг к другу не допускать, потому что девочкам роды не нужны. Для комфортной жизни им достаточно компания, партнера того же пола. А, то есть они там... Крысе не нужна семья на самом деле в том понимании, в которое это вкладывает человек. Ну, а природа там же и... Это инстинкты, то есть это как бы наделяем каким-то сверхзначением только люди. Инстинктивно у них семьи, это стаи. То есть им нужна для комфортного существования нужна стая. И стая для них это как раз-таки семья. Но если я завел двух мальчиков, и сколько они по продолжительности жизни? В районе двух-двух с половиной лет. Три года это долгожитель уже. Да? Да. А вот через три года захочу и надо... Как я хочу, чтобы они как-то мне что-то это... Можно просто прийти к нам и взять новых крыс, потому что у нас очень много отказников. Мы почему выступаем против несанкционированного разведения, если так можно сказать? И потому что мы на этом деньги делаем. Делать деньги на животных, правильно заботясь о животном, нереально. Суть в том, что к клубу постоянно обращаются люди, например, вот мы забираем новогодние подарки, которые никому не нужны. Он меня не не жит. Да. Все, он со мной связан с познаком. Очень часто люди заводят крысу, потом вдруг внезапно понимают, что крыса требует финансов, крыса требует времени. А крыса в ближайшем зоомагазине стоит 100 рублей, и лечить ее, например, за несколько тысяч никому не нужно. И тогда пишут нам и говорят, а знаете, вот нам крыса больше не нужна, а прийти и заберите. Спасибо большое, Александра Голосов, участник клуба «Любители декоративных крыс», дорогие телезрители, у нас была в гостях. Не спекулируйте на подарках. Берегите себя, это было Афонтово днем, с вами были Антон Магданов и Анастасия Буровнева. Спасибо большое, хочу пожелать вам хорошего вечера. Берегите себя, берегите своих близких и берегите своих маленьких пушистеньких друзей. Будьте здоровы, до свидания. До свидания.